Дорогие друзья, пока я тут открываю винишко, вообще пропаганда алкоголя запрещена, поэтому это у меня обычное столовое вино для приготовления еды, больше ни для чего. Пить его нельзя, срок годности закончился, оно испортилось и пригодно только для приготовления пищи. Но это значит, что мы должны ее все равно, эту бутылочку использовать по назначению, ну то есть внутрь, да, только через сковородку. Так как к вину мы проявляем должное уважение, давайте не забывать о том, что доля ангелов, доля ангелов, доля ангелов, видите, как раз, и все, сразу ангелы винные мне говорят, давай, давай, плесни чуть-чуть. Вот, шеф, плесни немножко. Сейчас по всем законам жанра я должен вытереть все это и выдавить себе в рот, но не тут-то было. Все, пусть немножечко здесь у меня стол будет влажный с ароматом вина. Итак, возвращаясь к нашим баранам. Вино у меня красное, лук у меня красный, чеснок обязательно у меня должен быть. И должно быть какое-то небольшое количество специй, самое главное, сливочное масло. Сковорода должна быть с антипригарным покрытием. Я сразу ее врубаю, добавляю сюда небольшое количество растительного масла, оливкового. Причем экстра-верджин, давайте пойдем наперекор всем канонам приготовления пищи нашим, адекватным. Будем использовать экстра-верджин оливковое масло. Почему? Потому что я буду лук жарить, превращая его впоследствии в луковый мармелад. Или то, что называют луковое варенье, луковый джем еще это называют. Когда вы делаете красный луковый джем, нужно использовать красный лук, красное вино. А когда вы делаете белый, то можно использовать белый. Белое вино, белый лук. Значит, что происходит? Нужно довольно тонко нашинковать полукольцами лук. Лука в зависимости от того, сколько вы хотите пригласить гостей и сколько вы хотите скормить им паштета или сыра, вы из этого и сходите. Но лучше всего приготовить побольше, потому что после приготовления вы можете это все сложить в баночку. И оно у вас будет стоять неделю, достаете на бутербродик или в бургер. Кстати, про бургер у меня отдельная история. Есть, значит, владельцы одной очень крупной ресторанной сети, к которым пришли ребята и говорят, почему бы нам не сделать вместе бургерную сетку. И, значит, так как сетка обязывает тебя интересоваться тем, что происходит вокруг, читать много книг, ехать в Америку на практику, смотреть, что американцы делают с бургерами. Потому что у них культ этого продукта уже давным-давно, и они, можно сказать, собаку съели на бургерах. Американцы давно используют сладкие вещи в гастрономии. Так же, как и французы, потому что всем понятно, что если будет присутствовать сладость, блюдо будет вкуснее. Вспоминая прекрасный бургер, который вошел, знаете, в историю, наверное, российской гастрономии, не побоюсь этого слова, под названием черная мамба, они используют вишневый соус сладкий для того, чтобы сделать бургер вкуснее. И как только на высоком уровне появилась идея создавать сладкие вкусы вместе с бургерами, в бургерах рядом с ними, мы сразу вспоминаем Францию и говорим, а что же мы раньше-то не думали об этом? Ведь во Франции вот этот вот луковый джем, это же номер один к сырам, к ароматным французским сырам. Что может быть вкуснее лукового джема и сыра ароматного? Пусть это будет сыр бри, пусть это будет какой-нибудь сыр, например, морбия с прослойкой золы. Я уже с трудом, наверное, смог бы воспроизвести в своей голове эти вкусы. Но луковый джем, как элемент простой крестьянской кухни, может существовать и в наших сердцах, в наших умах, в нашей кухне. Почему нет? Мы и так у французов все, что можно было, собрали, поднабрались. И французы неотъемлемая часть нашей кухни, как люди, которые привнесли в нее кучу всего интересного. Не только они, конечно, но Франция, безусловно, считается, так сказать, мировой школой гастрономии. Итак, лук обжаривается на сковороде. Не смотрите, что его много, тут полная сковородочка, его останется мало. Почему я сказал, что луковое варенье может быть элементом нашей российской гастрономии? Во-первых, сейчас очень много российских сыров появилось на прилавках. Раз. Во-вторых, сейчас много появилось всевозможных российских виноделин, которые делают неплохое вино. У меня, конечно, какая-то старинная бутылочка какого-то импортного. Я не знаю, значит, 16-й год урожая. Это, наверное, Испания. Ну, если бы было российское, красное, тоже было бы неплохо. Выберите для себя недорогое вино для производства этого прекрасного красного лукового джема. Чаще всего в европейских государствах при производстве этого чуда используют тимьян и розмарин. Тимьян я сюда добавлю сухой, потому что исходное сырье маленькие листочки, он довольно мелкая специя при высыхании получается. Чего не скажешь о розмарине. Розмарин я в сухом виде не рекомендую добавлять. Вообще настаиваю даже, чтобы вы не добавляли, потому что он будет горчить. Маленькие сухие иголочки не размокают толком. Потом будет попадаться у вас на зубах. Возьмите вот чабреца. Наверняка у вас у всех есть чабрец, заготовленный на зиму для того, чтобы пить прекрасный зимний согревающий чай на травах. Соли должно быть, знаете, так прилично, но без энтузиазма. Вот на такую сковородочку, сколько здесь, наверное, чайная ложка, да, примерно, крупной соли я отправлю ее сюда. Потом отрегулируйте сами. Смотрим, у нас тут лучок золотится, поджаривается. Главное, чтобы не горел. Да, один лавровый листик. Теперь я сюда должен добавить сливочное масло. Прям приличный кусок нужно отправить в лук. Вы все равно этот ингредиент не будете есть ложками, как суп или как салат. Поэтому ничего страшного, что у вас довольно такой приличный кусок мяса, ой, мясо, говорю, масла оказался при приготовлении лукового мармелада. Луковый мармелад еще, если вдруг я забыл сказать, идеальное дополнение к паштету. Идеальнейшие. Будь то паштеты с фуа-гра, чего нам недоступно, даже мне. Если это паштет из утиной печени, из обычной, из индюшачьей печени, из куриной, любой, из говяжьей. Луковый мармелад будет идеальным дополнением к этим прекрасным вещам. Ну и, конечно, не забывайте, когда вы употребляете паштет, да с кусочком хрустящего багета, да вот с этим прекрасным луковым мармеладом, то, конечно, хочется немножечко винца налить в бокальчик, раз-раз его попробовать. Я вас уверяю, оно подходит к этому. Я лук обжариваю примерно минут 10, видите, он такой стал уже тягучий, влажный, но ему еще до готовности далеко. Теперь время сахара. Значит, я предпочитаю темный сахар, тростниковый у меня всегда, я в чай добавляю везде, хотя особой разницы вообще никакой нету, там 0, 1 или 2% разница между темным и патоки здесь 1%, а в белом нет патоки вовсе, поэтому тут цвет, ну, качество сахара ничем не отличается от белого. Три с половиной ложки сахара, потом можно будет добавить, если вдруг вы поймете, что недостаточно. И вот теперь мы начинаем обжаривать, видите, карамель появилась на луке. Были как-то комменты на тему того, что, мол, карамелизация, это когда вы используете сахар. Нет, сахар, содержащийся в луке или в каких-либо других ингредиентах, сам поджаривается, поэтому он становится таким поджаристым. Так, температуру я уменьшил, а теперь мне нужно добавить 1 зубчик чеснока. Я его просто-напросто раздавил, вот так крупно порезал и отправляю сюда для дополнительного аромата. Перемешиваю с чесноком и теперь пора вливать вино. Огонек чуть побольше. Винцо вливаем, вливаем, вливаем винцо, примерно полбутылки. Не бойтесь супа, потому что кипение должно быть интенсивное до тех пор, пока у вас не выпарится половина жидкости. Смотрите, какая жижа получилась. Вот, видите, лук уже начинает подвариваться. Вина здесь у нас еще полным-полно, и оно еще не собирается превращаться в варенье. Но, мы уже видим лук сверху, это значит, что вино выпарилось почти наполовину. Следует его перемешать, чтобы тут верх с низом поменять местами. Закрываю крышечкой. И переставляю на маленькую конфорку, на маленький огонь. Все, пусть она томится теперь, наверное, минут 20-30. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. На медленном огне, уже без крышки. Ну, смотрите, вот приблизительно... Вот когда вы сдвигаете, у вас там минимум водички вытекает. А вот это все превратилось в такую плотную массу. Не, водичка немножко вытекает. Вот ее, видите, немножко. Она нужна. Кто-то делает совсем сухое варенье. Но учтите, что у вас здесь есть сливочное масло. Часть воды из сливочного масла удалилась. Значит, в процессе я добавлял еще две ложки сахара. Ну, вот что там я там забеспокоился в серединке. Думаю, вдруг не карамелизуется все это. Не превратится в густое варенье. Добавил чуть сахара. И в итоге у меня она под крышкой стояла 30 минут. И без крышки я еще минут 15 на. То есть вот я просто выпаривал жидкость. Учтите, это получилось прекрасное варенье. Нужно попробовать. Смотрите, может быть... Соли я клал немножко, поэтому оно, знаете, баланс такой дает вкусовой. Сахара не приторно при всем при этом. Лук проварился в вине. Вкус лука ушел. Он должен быть мягкий. Не должен ни в коем случае хрустеть. Значит, пора все это перекладывать в баночку. Потому что хранить лучше всего в банке. У меня вот такая гламурная с крышечкой. Что-то уже все выгриб, а так и не попробовал. Берем сырок. На него накладываем варенье. Из банки. Представляем, что оно уже у нас загустело. Видите, это варенье необычное. Оно со вкусом лука. И поэтому очень хорошо и вкусно к несладким вещам. То есть, если вы возьмете его по названию варенье и откроете, например, профитроль. Туда засунете луковое варенье. Вкус будет сранный. Ты будешь не понимать, как это лук. Сладкий. Приторный такой немножко, да? И профитроль, и десерт. Лук, десерт. Нет, такого не может быть в голове. Раз, сразу начну. А если вы в профитроль на дно намажете паштет. Потом сверху лук. Закроете второй частью. И он попадет у вас в рот. Тогда у вас все сложится. Паштет, который у нас соленый, мягкий, нежный. Со вкусом мяса. Потрохов, да? И лук. Со вкусом лука, но сладкий. И профитроль. Хлеб это у вас все раз в голове. И не возникнет никакого отторжения, ничего. Вы прям скажете, да ладно, это вообще офигетька. Вот именно такое происходит у меня сейчас в голове, когда я сыр с луком вместе отправляю к северону. Да, если вдруг вы увлечены приготовлением бургеров и приучаете своих детей к домашним бургерам, ну то есть к нормальной еде, из понятного мяса, с понятной булкой, то обязательно используйте это. Это очень вкусно. С говядиной будет вообще бомба. Попробуйте. Это классный специалитет, который долго хранится у вас. И вы где угодно можете его использовать. Бутер, уроды, сыр, паштет, бургеры. Бывает, что гарнира нет, стейк пожарили. Классный. Прям на стейк нанесли, так отрезайте кусочками. У вас будет вообще прям огонь. Ладно, пока. Мне пора создавать новые рецепты.